Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить про временные участки. Есть такая категория, почему мы отдельно ее выделили, расскажет нам помощник руководителя управления Росреестра Паморской области Наталья Анатольевна Кесова. Здравствуйте! Почему мы сегодня действительно про временные земельные участки решили отдельно поговорить? Есть повод? Есть повод. Это дата, которая пресекательная 1 марта 2022 года. То есть эта дата установлена законодательством, а именно законом о государственной регистрации недвижимости, который вступил в силу в 2017 году. То есть в течение пяти лет вот эти вот участки у нас находились под таким статусом. Может быть, они даже и накапливались под таким статусом. Потому что к таким участкам относятся участки, которые были внесены в единый государственный реестр, то есть поставленный на государственный кадастровый учет, не имеют прав, то есть не определены собственники этих земельных участков. Но они сформированы. Имеют кадастровый номер, их видно на публичной кадастровой карте. Но пока, так сказать, собственник не предъявил, не заявил о своих правах на эти земельные участки. Но недооформили на него своих прав. Может быть, пытались оформить, но были документы, которые не соответствовали требованиям действующего законодательства. Соответственно, право свое они не смогли зарегистрировать. Есть еще такая категория, как, например, есть собственник земельного участка. Он достаточно большой у него земельный участок. И он, например, решает его разделить. Разделить или выделить из него для определенных целей какой-то участок меньшей площади. Тогда, получается, есть право собственности, участок, проведены кадастровые работы, составлены межевые планы. Но по каким-то причинам тоже собственник этого земельного участка не завершил процесс. Как раз вот эти земельные участки, они больше перспективы имеют. Сейчас мы уже говорим о первом марта. И вроде бы как срок небольшой уже остался. Хотя, я говорю, подчеркиваю, что в течение пяти лет без законодательства такая статья существует. То есть мы не говорим об этом, что это сюрприз для правовладачи. То есть в течение пяти лет была возможность зарегистрировать свое право. Так вот, те собственники, которые выделяли, разделяли земельные участки, преобразовывали. Может быть, в результате перераспределения проводили межевые работы, кадастровые работы. Если эти работы завершены, то для этого, чтобы завершить процесс, нужно поставить одну только точку. Заплатить государственную пошлину, подать документы правоустанавливающие, соответственно, не требуется. Потому что они, сведения о правах, есть в едином государственном реестре на исходный земельный участок. Просто заплатить пошлину, подать документы на регистрацию земельных участков, которые вы хотели получить в результате раздела, например. Наталья Анатольевна, сколько у нас таких участков примем? Таких участков на территории Амурской области около 8 тысяч. 7 тысяч, 700, в общем, там и дальше такая цифра идет. Вы уже сказали про перспективные и неперспективные участки. Есть такое деление. Давайте теперь объясним. Ну, оно условное, естественно, деление, потому что для того, чтобы завершить процесс, например, в отношении тех, на которых нет правоустанавливающих документов, то это более длительный процесс. Ну, наверное, да, за такой короткий срок, если в течение пяти лет не оформили, то вряд ли уже можно будет оформить в течение трех недель, допустим, до 1 марта. Но есть земельные участки, как раз вот, о которых я говорила. Есть собственность на исходный земельный участок и есть документы на умежевание. Уже они разделены, поставлены на кадастровый учет. Я говорю, еще только завершить процедуру, зарегистрировать собственность. Если, конечно, на сегодняшний день такой вопрос еще актуален для того же владельца. И таких у нас сколько? Таких около 2 тысяч. Но это все равно очень серьезная цифра, да? Ну, сумма приличная, да, конечно. Конечно. Ну, я так думаю, что если собственники, вот опять же, еще раз нужно провести инвентаризацию своих объектов, своей собственности, потому что об этих объектах как раз можно запросить сведения еще, и их можно будет запросить. Но сейчас, когда мы получаем выписку из Единого государственного реестра, там статус земельного участка указан, имеет статус временный. После 1 марта все будет то же самое, но земельный участок будет такая запись. Имеет статус архивный. То есть эти земельные участки, эти номера кадастровые уйдут в архив. И что дальше? И что? Ситуация не безвыходная, но только она действительно потребует, единственное, что потребует финансовых вложений дополнительных. Потому что кадастровые работы нужно будет провести заново. То есть если сейчас можно это сделать на основании… Имеет, да, межевой план на руках, если кадастровые работы завершенные, есть, опять-таки, еще раз повторяю, документы на исходный земельный участок, можно право зарегистрировать. Это реально. То есть, в принципе, сейчас процедура эта выглядит достаточно легко, да, только единственное, что надо время на это. Надо время, да, и желание, прежде всего. И все-таки, говорю, для себя понять, актуально это или не актуально, вопрос такой. Ну, давайте еще раз чуть подробнее про эту процедуру расскажем. В том случае, если действительно вот эти вот владельцы, которые сейчас, может быть, впервые услышали про эту информацию, ну, вдруг такое все-таки случилось, да, они понимают, что они уже не успевают по срокам никак, то какие документы им понадобятся для того, чтобы все-таки вернуть этот участок в свое владение? Документы, еще раз говорю, это нужно сделать, провести заново кадастровые работы в отношении этих земельных участков. И если документы будут обратиться в орган местного самоуправления, как минимум, да, предоставлением этого земельного участка, если он находится в муниципальной или государственной собственности, как неразграниченный земельный участок, если правоустанавливающий документ появится на этот земельный участок, тогда государственная пошлина, межевой план и документ правоустанавливающий подается в МФЦ-документ. Либо электронно, если у вас есть личный кабинет на сайте Росреестра. Нужен ли какой-то, не знаю, должны быть какие-то строения вообще на этих участках для того, чтобы доказать, что действительно вот я собственник? Если наличие строения как раз облегчает процедуру, то есть вы уже получаете земельный участок для эксплуатации определенного объекта недвижимости. Тогда это уже облегчит вашу процедуру. Если строения нет, тогда нужно, ну, более убедительные такие основания для предоставления этого земельного участка. В зависимости, конечно же, от территориальной зоны, категории земельного участка и так далее. А строение, опять же, какое? Абсолютно любое и когда оно должно было быть возведено? Зависит, опять-таки, от разрешенного использования земельного участка или мы исходим из территориальной зоны. Например, территориальная зона только для объектов индивидуального жилищного строительства, для строения гаражей и так далее и тому подобное. Здесь мы уже исходим именно из того объекта, от разрешенного использования. То есть из назначения участка. И назначения, правильно. Вот те участки, которые уйдут в архив земельный, понятно, а что с ними дальше будет происходить? Ну, я думаю, скорее всего, они просто уйдут в историю уже, эти земельные участки. Потому что, опять-таки, говорим, что длительный период, да, и есть такое бытовое правило. Если ты не обращаешься к вещи в течение года, да, то тебе нужно ее кому-то отдать, вот, либо от нее избавляться. Вот здесь такая же история, что, ну, утратила актуальность уже, например, этот объект. Еще будем обращать внимание, да, что у нас стремительно развивается законодательство. И та цель, для которой ставили объект на кадастровый учет, возможно, она уже не актуальна на сегодняшний день. Поэтому они, скорее всего, уйдут в историю. А вообще, что касается цели, для чего вот это вот делается, да, почему вот сейчас решили прекратить действия таких участков, это для порядка, по сути? Ну, конечно. Я говорю, что это такая глобальная инвентаризация. То есть накапливались сведения, которые на сегодняшний день не являются востребованными. То есть мы накапливали информацию, которая там слоями налегает, да, уже в этом Едином государственном реестре. А для чего? Актуальность они утрачивают. И поэтому для того, чтобы, например, движение продолжилось, да, для сформирования новых земельных участков, может быть, изменились виды разрешенных использований, там территории поменялись и так далее, и так далее. Для этого и проводятся эти работы. Чтобы реестр был наполнен только достоверными, точными, актуальными сведениями, которые имеют прикладное значение для всех пользователей. Ну что ж, будем надеяться, действительно, что эта инвентаризация будет завершена в ближайшее время, будет гораздо проще вообще, в принципе, решать вопросы с участками. Спасибо вам большое, Наталья Анатольевна, за интересную беседу. Всего доброго. А я напоминаю, что сегодня мы общались с Натальей Анатольевной Кесовой, помощником руководителя Управления Росреестра по Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова